Площадь у Тираспольских ворот Брестской крепости. Именно здесь у памятной скульптурной композиции героям границы женщинам и детям мужеством своим в бессмертии шагнувшим встречают участников республиканской эстафеты. Стартовала эстафета 10 мая этого года от важного для всех пограничников места. Это памятный знак пограничникам всех поколений, который находится в Минске на бульваре Толпухина. Всего эстафета должна пройти более 5000 километров. На сегодняшний день пройдено уже более 2000. Мы посетили с эстафетой участки Половского пограничного отряда, Сморгонской пограничной группы, Лицкого пограничного отряда, Гродинской пограничной группы. И сегодня двигаемся, продолжаем движение по участку Брестской пограничной группы. Эстафета это как нить памяти, как нить времени, которая соединяет между собой подразделения, территориальные органы пограничной службы, приграничные районы и населенные пункты. Также мы встречаемся с школьниками, учащимися военно-патриотических классов, членами отряда юных друзей пограничников. Конечно, проводим уроки мужества, митинги, возлагаем цветы к памятникам героев пограничников. То есть для нас это очень знаковое мероприятие. Эстафета проводится уже в седьмой раз, не каждый год, а приурочена к юбилейным и важным датам в истории нашей страны и органов пограничной службы. Первый раз она стартовала в 1998 году в честь 80-летнего юбилея пограничной службы нашей страны. Символы эстафеты – кубок, который сочетает в себе отражение современной пограничной службы и ее истории, и штандарт, обозначающий эстафету. За время существования пограничного комитета история службы в рядах данного рода войск связала судьбы множества солдат и офицеров среди участников эстафеты и ветераны пограничной службы. Григорий Шибека отдал порядка 35 лет службы в органах пограничной службы, из них 20 лет в Брестском пограничном отряде. Каждый камешек вот этой маленькой площадки, да, он палит кровью. Понимаете, я прихожу сюда, смотрю на памятник, смотрю вот на эти развалины, где было красивое здание двухэтажное, комендатуры, личный состав, семьи там и так далее, и так далее, да. И вот этот вот разрыв и бомб я представляю себе из кинофильмов там и так далее, и так далее, как гибнут внезапные нападения наши бойцы. Там полураздетые, полу, так сказать, захватают оружие, к бойницам обороняют. Понимаете, этим людям, этим людям, на этом месте, святое место. Сохранение памяти – именно это основная задача таких мероприятий. Очень важно и передача памяти тем, кто сегодня служит, тем ребятам, которые сегодня занимаются в школах, в наших кадетских классах. А соприкосновение, в буквальном смысле, с подвигом защитников Брестской крепости, защитников границы в июне 41-го года – это еще раз возможность на генетическом уровне передавать нашу память о героях, помнить о том, что мы все наследники того племени победителей победы в мае 45-го года. Следующим пунктом в маршруте эстафеты станет застава в пинском пограничном отряде. Завершится акция 28 мая в профессиональный праздник защитников границ в Минске на площади Победы.